В то время как в Гази происходит геноцид из-за непрекращающейся израильской агрессии, а сотни тысяч мусульман по всему миру митингуют в поддержку Палестины, Саудовская Аравия во главе с Мухаммадом бин Салманом решила праздновать. Непонятно правда, что именно они празднуют. Мухаммад бин Салман, которого в Саудии называют хранителем двух святынь, видимо не в курсе, что у мусульман есть и третья святыня, и что настоящих хранителей исламских ценностей уничтожают на глазах у всего мира. Иначе как объяснить то, что несмотря на трагедии, «переживаемые газой» и гнев, кипящий в сердцах мусульман, Саудовская Аравия настояла на открытии развлекательного сезона «Рияд сезон-2023». Они даже критиковали тех, кто просил их отложить празднование. Первые вечера сезона развлечений, стартовавшего 28 октября в столице Эль-Рияд, прошли в шумных мероприятиях, в которых приняли участие тысячи свободно смешивающихся между собой саудовских мужчин и женщин. В этот же день Израиль начал наземную операцию в Гази. На видео распространенных в социальных сетях видно, как саудовцы, как мужчины, так и женщины, наслаждаются выступлением разных певцов, танцоров и прочей нечисти. Однако в этой же Сауди недавно вынесли фетву запрещающую демонстрации в поддержку Палестины, мотивируя это смешением полов. На церемонии открытия выступили спортсмены, артисты и представители медиа со всего мира. Международные исполнители, танцоры и музыканты встречали восторженные аплодисменты и одобрительные возгласы публики после своих выступлений. Открыл сезон развлечений и поединок по боксу в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. Если бы дело только ограничилось запрещенным в исламе мордобоем, боксерский вечер сопровождало вакханалии, которые бы позавидовали самые отвзятые шоу западного мира. По различным оценкам, только на организацию вечера боя было потрачено от 200 до 400 миллионов пунктов стерлингов. Активисты на платформе Икс, бывший Твиттер, запустили хэштег «Газа уничтожается, а Эль Рияд празднует», который возглавил список трендов в арабских странах. Йеменский журналист Анис Мансур подверг критики Саудовскую Аравию, заявив, что эти сцены из «Рияд Сезон 2023» останутся историческим позором. В рамках «Рияд Сезон 2023» Саудовская Аравия планирует провести 76 различных развлекательных ивентов, а Израиль планирует и уничтожает мусульман Палестина в рамках чудовищного и циничного геноцида. Здесь проводится пропаганда против палестинцев. Помогите нам доводить истину до людей через пожертвования по ссылке в описании. Да воздаст вам Аллах многократно.